Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – современные достижения экологической биотехнологии. Сегодня мы поговорим о возможностях биотехнологии на современном этапе, биофильтр для очистки воздуха от загрязняющихся веществ, об искусственной фотосинтезе, об оголубой энергии и экологическом чистом вертикальном земледелии. Сегодня биотехнология развивается высокими темпами. Как интегрированная наука, она изучает производственные процессы, основанные на практическом использовании микроорганизмов и всех видов биологических систем. В мире есть такие проблемы, как загрязнение окружающей среды различными химическими веществами, высокая стоимость энергоресурсов, необходимость совершенствования производства совершенно новых экологически чистых материалов и изделий во всех отраслях народного хозяйства, дефицит пресной или питьевой воды – это в некоторых странах, и необходимо повысить уровень медицины с помощью биотехнологии. Остановимся на одних и исследованиях, проводимых в различных странах. Так, биофильтр из корлупы арахиса разлагает загрязнители воздуха, чтобы очистить воздух от загрязняющихся веществ, таких как метанол, растворители. Используемые в промышленности, эксперт по биотехнологии Рауль Пинедо Ольмедо из Национального университета Мексики разработал биофильтр, который используется микроорганизмами, живущими в оболочке арахиса. В исследовании, проведенном отделом экологических технологий, было отмечено, что микроорганизмы естественным образом растут на скорлупе арахиса, которую можно использовать для очистки воздуха. Кроме того, в Мексике этот материал образуется в больших количествах и считается бесполезным сельскохозяйственным отходом. Идея заключается в том, что в создании прототипа фильтра с корлупой арахиса, в котором культивируют микроорганизмы, разлагающиеся токсичные загрязнители на углекислый газ и воду, тем самым обеспечивая чистый воздух. Скорлупа арахиса является особенной для этой цели, потому что она, естественно, полая и имеет область контакта с воздухом, что способствует развитию микроорганизмов. Конструкция состоит из фильтра из корлупы арахиса, содержащего микроорганизмы, который очищает воздух. Для оптимального развития он должен находиться в среде с контролируемой температурой. Фильту требуется в среднем 28 дней для синтеза таких микроорганизмов. Фузариум, бревидобактериум, бактерии и грибки собирают углерод из загрязнения для размножения дыхания. Проще говоря, они используют в своем метаболизме. Потенциально революционный прорыв в искусственном фотосинтезе был достигнут благодаря разработке системы, которая может улавливать выбросы углекислого газа до того, как они выбрасываются в атмосферу, а затем, используя солнечную энергию, преобразовывать этот углекислый газ в ценные химические продукции, в том числе биоразлагающие пластмассы, фармацевтические препараты и даже жидкое топливо. Так, ученые из национальной лаборатории Лауренция Брекли, Министерства энергетики США или Кальфорнийского университета Беркли создали гибридную систему полупробниковых нанопроводов и бактерий, которые имитируют естественный фотосинтезирующий процесс, с помощью которого растения используют энергию солнечного света для синтеза углерода из углекислого газа и воды. Это аналогия того, что происходит фактически в растительной клетке. Техника искусственного фотосинтеза, разработанная исследователями из Беркли, решает проблему хранения и эффективно использовать уловленный углекислый газ. В этой системе нанопроволоки собирают солнечную энергию и доставляют электроны бактериям, где углекислый газ уменьшается и объединяется с водой для синтеза различных целевых химических продуктов. Система начинается с искусственного леса. Етероструктур на основе нанопроволоки, состоящего из нанопроволок, оксида, кремния и титана. Этот искусственный лес похож на хлоропласты зеленых растений, когда солнечный свет поглощается, и фотовозбужденные электроны генерируются в нанопроводах кремния и оксида титана, поглощая различные области солнечного спектра. То есть это можно видеть на этой картине, представить, как они, захватывая вот эти фотоны, могут его переобразовывать в свою энергию. После того, как лес-массив нанопроволок сформулирован, он заселяется популяциями микроорганизмов, которые вырабатывают ферменты, которые, как известно, избирательно катализируют восстановление диоксида углерода. Для этого использовали споромусо-овата, анаэробную бактерию, которая легко принимает электроны непосредственно из окружающей среды, и использует их для уменьшения содержания углекислого газа. После того, как углекислый газ восстановлен, споромусо-овата до ацетата, генно-инженерная кишечная палочка используется для синтеза целевых химических продуктов. Чтобы повысить высых целевых химических продуктов, споромусо-овата и шериха и околя были разделены для этого исследования. В будущем эти два действия, катализ и синтез, можно будет объединить в одностадийный процесс. Выходы целевых химических молекул, произведенных из ацетата, также были обнадеживающими. До 26% бутанола, топлива, сопоставимого с бензином, 25% аморфодиела, предшественника антималярийного препарата артемизинина и 52% для возобновляемых источников энергии и биоразлагаемый пластик. Ожидается, что при дальнейшем усовершенствовании технологии производительность улучшится. Голубая энергия. Простой способ производства. Большого количества энергии можно найти везде, где река встречается с морем. Исследователи называют это голубой энергией. Это может быть следующим этапом развития экологической технологии. Осмос возникает, когда соленая вода попадает в пресную воду через полупроницаемую мембрану. Ионы соли, молекулы с электрическим зарядом, будут проходить через мембрану до тех пор, пока количество соли не станет одинаковым с обеих сторон. Улавливать этот электрический заряд, когда он движется через мембрану, разделяющую пресную и соленую воду, можно, создав две крошечные мембраны толщиной всего в три атома, сделанные из дисульфита молибдена, которого много и которого легко производить. Затем они проделали крошечные отверстия в мембранах и позволили осмосу взять вверх, протолкнуть электрически заряженные ионы соли через эти крошечные отверстия, называя нано-поры. Исследование является частью растущей тенденции. Ученые всего мира разрабатывают системы, которые используют осматическую слилу для создания электричества. Как сообщает сайт научных новостей, проекты реализуются сейчас успешно в Норвегии, Нидерландах, Японии, США. И поговорим о экологически чистом вертикальном земледелии. В вертикальном земледелии растения выращивают внутри помещения. Их укладывают от пола до потолка. В помещении тщательно контролируется, поэтому растения созданы наилучшим условием для выращивания. Один из примеров является Аэрофарм в Нью-Джерси, в штате. Компания выращивает листовую зелень и травы на большом складе. В хозяйстве насчитывается больше 250 различных видов растений. Растения размещаются на высоких полках и освещаются специальными светодиодными лампами. Туманные ткани обеспечивают достаточное количество воды. Дэвид Розенберг, соучительитель и генеральный директор Аэрофарм, говорит, что пока компания будет заниматься выращиванием листовой зелени. Аэрофарм растет на одну и ту же величину круглый год. Это также не вредит земле, в отличие от других видов земледелия. В нем не используются вредно-химические вещества. Кроме того, на ферме используется гораздо меньше воды и электроэнергии, чем на других фермах. Розенберг отметил, что домашнее земледелие можно везти где угодно, например, в городе или в пустыне. Аэрофарм также помогает справиться с голодом во всем мире. Людям нужна здоровая пища, а не только высококалорийная пища. В этом может помочь Аэрофарм. К 2050 году предполагается, что будет 9 миллиардов человек. Им потребуется вдвое больше еды, чем то, что выращивается сейчас. Изменение климата усложняет эту задачу. Это убьет многие культуры, снизив урожайность более чем на 25%. Аэрофарм начнет выращивать гораздо больше продуктов питания в США. Они также будут расти во всем мире. Аэрофарм на сегодня является самой крупной крытой вертикальной фермой в мире. Таким образом, одно из направлений развития биотехнологий является экологическая биотехнология, для которой не только в отдаленном будущем, но и сегодня находится много возможностей и вариантов законного применения, поскольку вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды, качества получаемой продукции и рационального использования в их производстве ресурсов все еще остаются актомальдами. Здесь предложены тесты. Вы должны сделать скриншоты и затем отправить на мою электронную почту. Спасибо за внимание. Здесь также имеется вся использованная литература. Продолжение следует...